Крутись, вертись, как хочешь, дорогой волонтер. Волонтер о содержании приюта для котиков. Эх, как-то сложновато совсем стало жить. Крутись, вертись, как хочешь, рассказывает хозяйка домашнего мини-приюта Девять Жизни. Воды в кране нет неделю точно. В ближайший и один единственный нормальный магазин сильно не находишься. Да и воду там сейчас за час разрывают в подвоз местные жители. Уборку никто не отменял, вот и идет расход такой драгоценной воды. А как не убирать и не обрабатывать дом? Тем более, когда завелась вирусная зараза, которая покосила уже двоих детей. Как назло сломалась кварцевая лампа. Вернее, помогли поломать, а она сейчас как никогда нужна. С наличием корма у нас снова перебои. Удалось взять всего две спайки пурины для домашних. А этого нам хватит чуть больше, чем на неделю. Поездки за нужным обходятся слишком круто по финансам. Возможности кого-то попросить, отвезти, привезти на своей машине нет. За все нужно платить, нанимать человека и машину. Натуралка сейчас в сокращенном количестве. В жару животные сильно не едят кашу. Она имеет свойство киснуть буквально через час. А через минуту уже на ней сидят мухи. Утром корм, вечером каша с мясом или рыбой. Все запасы имеют свойство заканчиваться. Тем более, в таком количестве животных, как у волонтера Влады. У нас есть малый запас покупной воды на острые нужды и корма на неделю. Необходима закупка препаратов на остатки на пару-тройку дней. Четверо с МКБ на канифроне и урсептия. Необходимы антибиотики и вентамины в инъекциях. Друзья, в приюте проживают более 80 хвостов. Нам нереально как нужна поддержка, чтобы просто выжить и свести концы с концами. Любая ваша посильная поддержка приюта важна. Московские друзья при возможности помогают отправить нам посылку на почтовое отделение. Поэтому проблем с этим сейчас нет. Продолжение следует...